всем доброе утро вот у нас сегодня такое пасмурное утро дождь и капает утро я скучу на работу сейчас у меня поезд будет через 10 минут вот и мне надо успеть пока поезд не уехал без меня пойдемте со мной на станцию чтобы мне не было одному скучно идти станция от моего дома находится примерно в десяти нет в пяти минутах ходьбы что является очень хорошо могу не совсем рано просыпаться и выходить из дома потому что пять минут хватит чтобы дойти до станции он уже видно вдалеке огоньки кстати что заметил что в телефоне все качество много дальше чем она есть на самом деле работаю я в тель-виве я живу в берякове что получал съезды от тель-вива беряков это небольшой зеленый городок в котором тихо спокойно и насколько мне известно он сейчас является самым привлекательным районом израиля который быстро развивается и очень стремительно набирает набирает оборотов в этом районе полгода назад я купил квартиру очень хорошей цене так как спустя три дня после того как я заключил договор цены вы на квартиру в этом районе начали расти вот пришло и на станцию слава богу успел к поезду вот так она выглядит не такая большая как в россии и украине тель-виве она конечно же больше но для нашего небольшого городка подойдет и такая все я на работе доехал благополучно без приключений что хотел рассказать как мы ездим на общественном транспорте в израиле то есть самый известный транспорт и такой которыми пользуются вместе израильтяне это поезд и автобус так вот у каждого человека есть такая карта называется ракав карта для поездки по израилю эта карта пополняется раз в месяц на определенную сумму в зависимости от того региона в которую вы чаще всего ездите вот так эта карта выглядит с обратной стороны здесь есть имя фамилия и фотография того человека который обладает этой картой когда вы входите в автобус в каждом автобусе есть два датчика которые пробивают эту карту в начале автобуса и в середине автобуса вот вы проводите эту карту даже не подходите к водителю автобуса чтобы оплатить за проезд эта карта оплачивается с помощью приложения которое установлено у вас в телефоне деньги за поездку сходят с вашей карты непосредственно с сходят на вашу карту непосредственно с вашей банковской картой вот чтобы зайти на поезд вы оплачиваете вы проводите эту карту только при входе на саму станцию а далее вы можете ехать на любом поезде который вас интересует и также когда вы выходите со станции вы также проводите эту карту чтобы знали что вы начали и завершили свою поездку в том регионе за который было уплачено в при пополнении этой карты прогулка по центру где я работаю точнее где находится на отделение банка елочки стоят к новому году дед мороз играет на сфоне на улице светит солнце и тепло елочная карту удоверен она Продолжение следует... 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 очень много магазинов и почти все они являются клиентами банка в котором я работаю потому что в этом центре также есть пять или шесть отделений разного банка для того чтобы делать прибыль с владельцев и клиентов данного центра это мы с вами поднялись на третий этаж центра торгового этот центр настолько большой что для него существует специальная карта точнее приложение для телефона который есть карта расположения всех магазинов и маркрутов данного центра тут есть также кинотеатры два больших кинотеатра есть магазин apple и digital это фирменный магазин apple который находится в израиле магазин для фототехники тех кто увлекаются фотографии вот можно купить чай постоять я попробовал этот чай мне дали разрешение на съемку данного магазина чтобы смог показать что этот магазин представляет из себя вот этот чай это тонизирующий чай как мне объяснили который помогает для очищения организма вот так вот выглядит весь магазин санрайдер находится в данном торговом центре продолжаем путешествие по торговому центру продается казалось приятная девушка которая объяснила мне все как есть и что это за чай на самом деле косметика косметика доктор гав зашел еще к одной знакомой в этот магазин она меня угостила чашкой кофе черная чашка кофе как я люблю теперь продолжу прогулку по центру и продолжим снимать вам центр данный это есть есть немного игр для детей здесь вот чтобы не мешали родителям гулять и и просто сидели игрались есть магазин еще закрытых видимо начали еще работать все допил кофе можно идти дальше после перерыва на кофе можно дальше идти снимать еще какой-то магазин там вдалеке и вот такой вот слон стоит самом центре данного центра это горка для детей вот девочка поднимается наверх чтобы скатиться с горки весь центр и обходить не буду так как это занимает очень много времени мне надо возвращаться на работу в банк перерыв мой оконченный пора начинать работать у нас также такой магазин где продается всякая разная атрибутика всякая такая единственная атрибутика карта дорога здесь есть вот такой череп ворон, сова есть по-самерке в в в в в в в в Продолжение следует... 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 Ну ничего, главное Главное Застраховать себя От дождя А не попасть по дождь И быть без зонта Такие вот дела Сегодня был хороший день Правда Как всегда тяжелый Я имею ввиду Из длинных дней Сюда После длинного дня У меня их Недели два Это понедельник и Среда Среда Приходишь домой Уставший и разбитый Ничего не хочешь делать Вот Сейчас ты домой И буду монтировать видео А дальше Отдыхать Набираться сил Перед завтрашной работой Никакого у нас намека На Новый год На зиму нету Зелень Относительно тепло Сколько может Градусов Двадцать Сейчас Правда Все носят Легкие курточки Потому что В любом транспорте У нас Включен Кондиционер Вон уже Видеются Дома В одном из этих домов Находится Моя квартира Тут у нас Вилы 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 Посадка На той стороне Находится Заправка Прямо так же Находится Заправка Все вышло Я почти На дальнейшую Прямую К дому Осталось Прямо 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 Кстати В Израиле Во всех городах На перекрестках Находятся Такие вот Кольца Это сделано Для того Чтобы На перекрестках Не было аварий По крайней мере Исключать Возможность Того Что Этих Аварий Может быть Очень много Пальмы У нас Здесь Растут Хорошо У нас В городе Зеленый Город Везде Пальмы Пальмы Деревья Цветочки Такие Растут Пальмы Пальмы Да Этих По крайней мере По крайней мере По крайней мере re По крайней мере Пальма мне кажется что лучше жить лучше в маленьком городке такой как этот нежели жить в таких больших городах я возьму например город тель-авив потому что много много всего как сказать город местами грязный центр так вообще мне не нравится центр тель-авива окраина окраина зеленая тоже как берега в центре пальмы цветы насажены от центра тель-авива там где работаю кругом бетон бетон бетонный есть конечно островки там где и зелень парке как например центр сароны если зайти на саму площадь сароны потом и цветы и трава и деревья и фонтаны есть все а если ехать рядом с сароной по дороге то один бетон 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 и все вот кстати мой дом вот он такой высокий у нас здесь частная парковка есть там не мы ставим машину и вон и есть парковка общая там где мы ставим вторую машину при входе есть деревья зелень все ухожено красиво и вот 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 здесь по воду вводишь код и дверь это открывается дверь открылась можно входить вот внизу парковка все буду завершать сегодняшний день всем всего хорошего до встречи